Правильный уход за комнатными растениями – залог их здоровья. В этом уверена опытный флорист и владелица цветочного бизнеса Зарина Цыпленкова. Среди ярких цветов живет дракон. Вот он. Так на роде называют драцену. Родиной этого растения является тропики, небезызвестные Канарские острова. Там растет она в дикой природе и вообще разновидностей ей очень много. Его тонкие листья кажутся острыми, как лезвие. Но драконам растения прозвали не за это. Люди начали называть ее драконьей дерева, потому что она выделяет сок такого кроваво-красного цвета. И поэтому его прозвали драконьей кровь, драконьевое дерево. К суровости домашнего дракона заканчивается его названием. Нрав у него неприхотливый, поэтому с его содержанием справится даже начинающий цветовод. Как и в тропиках, когда у нас сначала жаркое солнце, потом проливаются тропически хорошие дожди. И оно в свойствоз запасает очень много питательных веществ. То же самое происходит дома. Полили раз в семь дней, но хорошим обильным количеством воды. И оно будет прекрасно себя чувствовать в следующие 7-10 дней. Но Зарина Цыпленкова рекомендует учитывать температуру воздуха дома. В жаркие дни полив может понадобиться чаще. А если у вашей драцины мало листьев, то важно правильно подобрать температуру воды. Можно также использовать теплый душ. Это такая интересная процедура, которая любит растение. Поставить растение в ванную, сделать комфортную для вас температуру. Как вот когда ребеночек купаем, проверяем на ладошке, чтобы вода была теплая. И брызгаем наше растение, имитируя теплый тропический дождь. После этого растение начинает наращивать хорошую пышную листву. Ему эта процедура нравится. Драцина может достигать в высоту до 15 метров. Важно подбирать растению комфортный по размеру горшок по мере роста. Ствол взрослого растения деревенеет, и тогда драцина становится зеленым деревянным драконом. Елена Баур, Антон Николаев, Новость Юго-Востока.